Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Екатерина Хромова о главных событиях в регионе. Свыше 30 тысяч кубометров собранного и вывезенного мусора – таков урожай традиционного месячника благоустройства в этом году. Итоги массовой апрельской уборки столицы Черноземья подвели в мэрии. По данным руководителя управления дорожного хозяйства Олега Котова, на этот раз за мёдлые грабли взяли 144 тысячи воронежцев. Это почти на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Самым активным районом признан Коминтерновский. Там на уборку вышли в общей сложности без малого 30 тысяч человек. Впрочем, и остальные отстали ненамного. Больше всего активистов оказалось среди сотрудников муниципальных предприятий и организаций. Второе место – у простых жителей. Ну а замыкают своеобразный рейтинг работники ЖКХ, а также студенты и школьники. Убирали в общей сложности 8 раз – в ходе субботников и санитарных дней. Мы определяем эти проблемные места. Во-первых, это видовые места, в первую очередь эти парки, скверы. То есть там места, где массовое пребывание людей. Как правило, там они являются наиболее замусорными, особенно те территории, которые не обслуживаются муниципальными предприятиями или какими-то другими организациями. Ну а территории придомовые – это, собственно говоря, люди убирают, наверное, мусор, который они, собственно говоря, и выбрасывают на эти территории. Под кованой во всем в Воронеже прошли военно-спортивные состязания под названием «Донской кавалер». Школьники сразу из двух областей рубили бутылки шашками, разбирали автоматы, стреляли по мишеням и даже катались на настоящем скакуне. Иными словами, обучались казачьему делу. Окунуться в традиции, а также попробовать себя в роли всадника решил и наш корреспондент Никита Селезнев. Шашки, кони, доружья – главные атрибуты соревнований с говорящим названием «Донской кавалер». Участники – несколько десятков юноармейцев из Воронежской и Липецкой областей. Для многих из них некоторые дисциплины совсем в новинку, но так даже интереснее, говорят ребята. Соревнования «Донской кавалер» проводятся у нас как бы в первый раз. Специфика и вообще что происходит – это соревнования, посвященные традиционным казачьим дисциплинам военным и современным военным прикладным дисциплинам. То есть мы проводим соревнования по рубке шашкой, по сборке-разборке автомата Калашникова, стрельба, снаряжение магазина патронами. Ну и какой же казак без верного скакуна? Можно и погладить, и прокатиться. Желающих было хоть отбавляй. Как-никак породистый жеребец для настоящего атамана, незаменимый спутник в бою и помощник в хозяйстве. Конечно, сейчас не ночью, но все-таки выйти в поле с конем сегодня мне удалось. Знакомьтесь, это кавалер. Ему 6 лет. Если переводить на человеческий возраст, то примерно 20-25. То есть мужчина в полном расцвете сил. В Воронеже он совсем недавно, буквально третий месяц. Приехал он к нам из Крыма, проходит адаптацию и, судя по всему, его все устраивает. Конечно, навыка обращения с лошадьми у большинства участников нет. Но для фото с конем и казачьей шашкой они и не нужны. Впрочем, в будущем этот пробел обещают восполнить. У нас проходят тренировки по верховой езде, по седловке, по истории происхождения лошади, что это такое, как с ней обращаться. Мы готовимся. Дальше мы планируем внедрять казачью тематику и ребят обучать также джигитовке. И, может, будем тоже проявить препятствия. Джигитовка – это джигит, всадник. Седлается лошадь на определенное казачье седло. И, соответственно, джигит выполняет определенные казачьи верховые руки рядом и верхом на лошади. Всего на соревнованиях три дисциплины. На первой площадке из положения лежа необходимо попасть в мишень с расстояния 10 метров. Задача сложная, но все-таки выполнимая. Следующая – сборка-разборка автомата на время. Уложились в норматив тут даже девочки. А вот последняя дисциплина стала самой трудной для участников. Все-таки помахать настоящей казачьей шашкой до этого дня не удавалось никому. А здесь нужно не просто подержать ее в руках. Цель – разрубить стоящую на бревне бутылку так, чтобы ее дно не коснулось земли. Руби! Кстати, девочек на состязаниях немало. Некоторые даже дают фору мальчишкам. Например, автомат представительницы прекрасной половины разбирают за 15 секунд. Собирают за 25. Впрочем, неудивительно. Это не первые состязания у девчонок. Стреляют тоже неплохо. Две мишени, в которых от начала до конца идут как бы циферки. То есть от одного до десяти. И в зачет обычно идет пять патронов. И сумма, в общем, выстрелов, ну, куда ты попал, то есть от одного до десяти. Ну, допустим, ты попал в восьмерку, там, в двойку. И вот это все суммируется. И общая сумма идет в твой зачет. Мы были уже на многих мероприятиях, на многих соревнованиях вот такого типа. Мы были в Роскварде один раз на соревнованиях. Ну, были еще на соревнованиях по лазоатаку и не только. Отныне такие соревнования будут проводить два раза в год, обещает руководство военно-спортивного клуба. Весной и осенью. Участие в них может принять любой юнормеец от 14 до 18 лет. На вопрос, почему это важно, отвечают очень просто. Чтобы дети крепко сидели в седле. И пока это все. Оперативная лента новостей обновляется на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Завтра итоги недели подведет мой коллега Иван Грещук. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире.